Друзья мои, всем огромный привет! Я рада приветствовать вас на канале Садовые Зарисовки и с вами я Татьяна. Сегодня я занимаюсь колиусами. Я посею колиус на рассаду из семян. Также я покажу, как я сохраняю колиусы зимой и как размножаю колиусы из маточников. Я приобрела 5 сортов этого замечательного цветка и сейчас мы с вами будем его сеять. Для посева семян я беру легкий грунт. Грунт я предварительно просеяла. У меня грунт агрикола. Очень часто бывает попадаются вот такие растительные остатки твердые. И если семечка попадет на такой растительный остаток, то оно просто может не прорасти. Вот для избежания этого я просеиваю грунт. Сейчас в этот грунт я добавлю перлит. В перлита я добавляю не более 10% от общего количества грунта. И добавлю также немного вермикулитов. Все тщательно перемешиваю. Одеваю респиратор, так как перлит и вермикулит очень пылят. Итак, грунт у меня получился легкий, воздушный. То, что необходимо для развития хорошей корневой системы. Грунт должен быть воздух- и влагопроницаемый. Такой грунт у нас и получился. Я на этапе выращивания сеянцев не добавляю в грунт биогумус, не добавляю никакие удобрения. Потому что в процессе роста растения в семенах накапливают необходимые микро- и макроэлементы. Их достаточно в семенах. И также производители почвы грунта нам тоже заявляют, что там есть микро- и макроэлементы. Грунт у меня подготовленный. Я беру вот такой контейнер. Контейнер, как видите, я взяла довольно-таки с высокой крышкой. Я хочу попытаться вырастить без пикировки растения. Надеюсь, что у меня получится. Этот контейнер у меня без отверстий. Я сделала дренаж и заполняю готовленной почвосмесью. В прошлом сезоне я выращивала большое количество колиусов на своем участке. Осталась очень довольна. Сейчас рынок нам представляет невероятно красивые расцветки. Я заполнила контейнер почвосмесью. И теперь начинаю увлажнять наш грунт. В леечку у меня добавлен фитоспорин. Увлажняю грунт как следует, для того, чтобы семя проросло. Ему необходимо напитаться влагой. Ну и сильный избыток влаги тоже не должен быть. Теперь я хорошенечко уплотняю почву, грунт, для того, чтобы семена не провалились вовнутрь. Все пакетики я сначала промаркирую, чтобы мне не запутаться, не потерять сорт. Ставлю номера. Номер 3. И согласно пронумерованным пакетам, начинаю сеять семена. Семена у колиуса довольно мелкие, поэтому я беру зубочистку и аккуратненько буду сейчас их раскладывать по поверхности земли. Всего 5 семечек в пакетике. Сразу присыпаю, чуть-чуть слегка присыпаю этот рядок, приготовленный почвосмесью, сильно не заглубляю, чуть-чуть, только слегка присыпать. Потому что семена довольно мелкие. Мелкие семена мы не присыпаем сильно. Просто чуть-чуть слегка. Как бы вот так присаливаю. Хорошо было бы, конечно, присыпать песочком, но просто у меня нет песка. Если у вас есть речной песок, можно присыпать песочком. Вот так слегка я присыпала рядок и сразу маркирую. Ставлю цифру 1 напротив посеянного рядочка. Вот таким образом. Беру пакетик под номером 2. Так очень удобно. Не получится сделать пересуртицу. И все точно так же. Ставлю цифру 2. Присыпаю рядок землей. И со следующими пакетами проделаю все то же самое. При помощи зубочистки раскладываю семена по поверхности земли и присыпаю слегка почвогрунтом. На этом посеве я закончила. Сбрызгиваю сверху также с добавлением фитоспорина водичкой. И накрываю контейнер вот такой крышкой. Контейнер можно поставить в комнате при температуре 22-25 градусов для прорастания. Ну, у меня в этом году есть стеллаж. Я поставлю на стеллаж на подсветку. Вот так будет стоять мой контейнер под подсветкой на стеллаже два раза в день. Я буду снимать крышку для проветривания. Кольусы очень легко укореняются в воде. Вот эти черенки буквально пару недель назад я поставила в воду. И, как видите, уже хорошая корневая. Их уже можно пересаживать в землю. Осенью я также снимала черенки со своих кольусов, ставила их в воду. Они давали корни. И затем я их пересаживала вот в такие горшочки. Они очень легко сохраняются зимой. Температура в зимний период должна быть не ниже 15 градусов, так как при более низкой температуре кольусы могут сбросить лист. Кольусы любят повышенную влажность, поэтому я их периодически опрыскиваю водой по листу. Полив кольусы любят регулярный, но и заливать также кольусы сильно в зимний период нельзя. Для того, чтобы эти молодые черенки были более пышные, при следующей пересадке я буду заглублять нижнюю пару листьев в грунт, прищипну макушку, и тогда куст будет расти более пышным. Вот таким взрослым растением, которое я держу в качестве маточника, я сегодня буду делать короткую обрезку. И то, что обрежу, поставлю на укоренение. Это кольусом только на пользу. Огрезаю очень коротко. Убираю все сухое, тонкое, что за зимний период вытянулось, потянулось. Субтитры сделал DimaTorzok Вот так колеус выглядит после обрезки. Черенки, которые я срезала, я поставила в водичку. Они быстро дадут корни. И к началу сезона у меня будет уже вот такое количество новых черенков. Этот колеус теперь я подкармлю. Буду подкармливать удобрением с равным содержанием азота фосфор калий. И колеус быстро обрастет, нарастет зеленая масса. И, конечно, лист будет более яркий и более красивый. Друзья мои, ну вот и все, о чем я хотела сегодня рассказать вам, поделиться с вами. Я благодарю всех, кто остался со мной до конца. Спасибо всем за просмотр. Спасибо всем, кто поддержит меня пальчиком вверх. А я желаю всем отличной рассады, хорошего начала дачного сезона. Всем пока-пока. До новых встреч.